Я говорил, 50к бачей в год в Америке – это хуйня СП в месяц, 4к реально мало, что ли? В Сан-Франциско на 4к в месяц выжить просто невозможно, потому что 4к в СФ на данный момент – это арендовать хуйнюю квартиру просто. У тебя тупо это на ренту уходит. Если речь про большой город, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк-Сити. Если ты живешь в Климат-Фоллс, то на 4к можно заебись жить вполне себе. То есть в принципе, бля, вуз не дуть, ноль проблем. Среднее ЗП в Климат-Фоллс – 2,400 в месяц, и люди нормально живут. То есть да, там хуевые дома бывают у людей, все равно довольные и счастливые, сидят барбекю делают, у них норм все. Кур можно разводить на заднем дворе, даже на переднем дворе спокойно, в черте города прямо. Все это нормально, и яйца, и мясо, все есть. Если хочешь как-то жить побогаче, то да, от 5 тысяч. Но опять-таки в Климат-Фоллсе люди живут и на 3 тысячи в месяц, и опять-таки все нормально. Типа я общался с такими людьми, никаких проблем особо не замечал. В РФ живут и на 200 бачей, ничего, радуются, живут. Но я-то про все-таки плюс-минус американский уровень, да, чтобы как-то ощущать жизнь, а не кого-то вокруг себя. В чем минусы Manufactured House? Можешь пояснить, почему такая низкая цена? Какие-то подводные же должны быть, смотрю, вроде новый дом, красивый все, есть хоза. Да нет, ну, себестоимость в плане производства у него ниже, выглядит бедно. То есть не попонтуешься таким домом особо, выглядит как будка. Ну, типа то, в чем я жил, это Manufactured House, по сути дела, это выглядит как бытовка. Это выглядит, я больше скажу, как переоборудованный контейнер большой. Как бы, ну, люди, может, хотят жить в доме с крыльцом там, как бы и так далее. То есть не в особняке, конечно, но вот как у Клинта Иствуда в Гранд-Арино, короче. То есть поэтому, да, Manufactured Housing стоит меньше, потому что, ну, как бы это не понтово. Ну, и плюс, они сами по себе дешевле в строительстве. Ты же можешь соорудить этот дом в другом месте и тупо перевести его в буксире, нахуй, туда, где фундамент заложен, и установить. То есть это тоже срезает цену очень сильно, что его прямо на месте не обязательно строить. У меня чел из Мичигана говорит, что меньше стака на семью с ребенком зарабатывать нельзя в год, имеется в виду. С ребенком, да, типа, если меньше стака, ну, такое. Хотя, смотря где в Мичигане он живет, если он живет в маленьком городке, то можно и беднее жить, и нормально все будет. Выглядит, как эти будки для выхтовиков РФ, только на дичь максималках. Не, ну, типа, мне норм в таком жить. То есть для меня, у меня нет проблем с тем, чтобы жить в манифакчурс-хаузинг. Это те дома, которые делаются буквально из палок бумаги. Манифакчурс-хаузинг, я говорю, они похожи на контейнер для перевозки груза внешне. И выглядят не очень. Ну, ты видел бытовку, в которой я жил, типа? Это манифакчурс-хаузинг, он так выглядит. Выглядит беспонтово. Многим такое не нравится внешне. При этом дешево в производстве. Ну, вот как бы и все. Еще такие массово строят для людей, которым за 55, то есть для пенсионеров. И им делается еще гигантская скидка. Ну, да, вот то, что Phenomenal 1 запастил, но это понтовый вариант с высоким фундаментом. М-м-м, Calamity, по-моему, то, что первое ты запастил, это все-таки не манифакчурс. По-моему, это дом из досок, вполне себе. А вот то, что Phenomenal 1 запастил, да, это манифакчурс-хаузинг. Такие массово строятся для пенсионеров. То есть эти дома сами по себе дешевые, а пенсионерам еще зачастую скидка полагается. И при этом они как бы живут рядом с такими же домами, где тоже пенсионеры. То есть, ну и спокойно как бы человек чилит. Да, 55 Plus Community это называется, да. В таком доме, как у тебя в пламоте, можно было стену кулаком, как в фильмах? Я один раз нечаянно стену продавил, когда делал растяжку на икры. Ну, знаешь, когда упираешься в стену, и так, чтобы, как бы, упираешься в стену, стоишь под наклоном, значит, так, чтобы у тебя икра растягивалась. Мне просто регулярно это надо делать, у меня тугие икры и короткие ахиллово-сохожилия. И я, у меня один раз просто рука начала в стену проваливаться, короче. Так. Случайно бутылку Кока-Колы, да. Я живу в Чикаго, у меня зарплата 4 500 в месяц, и я чувствую себя нищим бомжом. Я буквально думал так везде в Америке. Чувак, во-первых, ты чё, еб***ь, жить в Чикаго? Как бы. В третьей декаде 21 века. Что с тобой, гитар? Во-вторых, как бы, нахуй жить в Чикаго, если ты 4 500 получаешь в месяц? Может, у него возможность зарабатывать есть только в Чикаго. Он 4 500 получает в месяц, кем он, нахуй, работает в Чикаго официантом? Просто когда у тебя какая-то работа, она как бы соразмерна с имеющимися там рентами и вообще как бы типичными затратами для местности, к которой эта работа привязана. То есть, как бы, я помню, я подавал на позицию в Apple, меня не взяли. Там условие было, что надо в Купертино обязательно переехать. Оплата была, там даже не 30 долларов в час, там было больше. Не помню уже, давно было. И знаете, в чем работа состояла? Короче, создавать музыкальные плейлисты для iTunes. Сортировать музыку в iTunes. Там точно было больше 30 долларов в час? Я не помню точную цифру. 32, 38, не помню. Ну и как бы, да, в принципе, если работать 5 дней в неделю, 8 часов в день, сортируя музыку, особо как бы не напрягаясь, и получать там между 30 и 40 долларами в час, можно бы жить в Купертино, вполне, а чего нет-то? Ну как бы, если ты реально копейки какие-то получаешь, нахуй жить в Купертино, нахуй жить в Купертино. Нахуй жить не в деревне, типа. В Америке деревни пиздатые, со всеми условиями. Я в Сиднея столько получаю, у меня как-то выходит снимать квартиру, донатить на ВСУ, донатить тебе еще и немного бабок откладывать. Мне очень слабо верится, что Чикаго сильно дороже Сиднея. Скорее всего, Чел тратит бабки на всякую хуйню. Нет, в американских городах, чтобы жить 4 500 в месяц, это мало, конечно. Чтобы реально хорошо жить, да, есть такое. В Сиднея, видимо, просто сильно дешевле. В принципе, я думаю, в среднем крупные компании знают, какие зарплаты в регионах, где они обитают. Поэтому что-то в Купертино работают, что в Кламат Фоллс, по большому счету один выхлоп. На самом деле нет. Потому что, опять-таки, если ты на удаленке работаешь, а как бы опять-таки, если ты работаешь на крупную какую-то корпорацию, по типу Apple, Google, Microsoft, и живешь при этом в Кламат Фоллс, то ты работаешь на удаленке по-любому. Ну, как бы у них-то там офиса нету по 8 часов в день. То, ну, так ты просто король. То есть, ну, как бы в каком-нибудь Кламат Фоллс, ну, так заинтересно. Manufactured housing какой-нибудь, ну, это там 1000 долларов, 1000 долларов в месяц заебца. А если тебе еще и поменьше дом можно, если ты готов в доме-студии жить, да, то есть в хижине, по сути дела. Ну, она в городе, эта хижина, но эта хижина, то это еще меньше. То есть там где-то от 500 долларов в месяц, ну, там до 1000, в зависимости от того, где она там находится, что там подведено, что не подведено и так далее. То есть, как бы, это же охуяло. Не понимаю, будучи стримером, но жить в большом городе. Это для меня непостижимо. В Чикаго, Детройте и Хьюстоне можно жить на такую западе. Это недорогие игры. Все мегаполисы в Америке дорогие, но все равно дороже, чем... Ну, смотри, вот рядом с Чикаго... Так, я тот еще географ, но... Если рвануть немножко на восток, то там будет южная часть Мичигана. И в южной части Мичигана, в городах там по типу Хиллсдейл и так далее, тупо можно двухэтажный дом частный себе купить, тысяч за 150 в хорошем состоянии. Цены низкие, интернет хороший, если город с университетом найдешь, ну, как Хиллсдейл, например. А все белые, даже несмотря на то, что там, ну... Миль 100-200 от Детройта всего, но тем не менее в городе все белые. Спрашивается. Так. Ну, а у Apple есть условный минимум вейдж для своих сотрудников? Ну, да. Есть еще и локальное законодательство по минимуму вейджа, есть еще и профсоюзы. Детройт же когда-то был сердцем американской индустриализации, что случилось, производство уехало, огромное количество людей потеряло работу, в связи с этим упала рента, в связи с падением ренты начали заезжать люди, которых раньше в Детройте не было, так скажем. Чем больше этих людей заезжает в город, тем дальше падает рента, по понятной причине. Ну, это магия просто, типа это по волшебству происходит. Это ни с чем не связано, просто вот как бы эти люди, которых раньше в этом городе не было, они приезжают, и рента падает. Ну, типа вжух и упало. Их приезжает в результате еще больше, потому что рента-то еще ниже. Ну, и постепенно получается вот современный Детройт. Кстати, разве есть такая проблема с инатом США? Неужели для США такой дорогой Starlink? Ну, типа Starlink не знаю, а вот те пэккеджи, которые предлагаются, чтобы ты понимал, Камкаст до сих пор, вот когда Камкаст предлагает какой-нибудь пэккедж скоростью, там типа 2000 на 300, допустим, то у него дата-кап есть. 1,2 терабайта, если мне память не изменяет. Это до сих пор так. Прикиньте. Вот интернет с дата-капом в 21 веке. В третьей декаде 21 века. Apple даже рабочим в магазинах платит 23 доллара в час. Они очень хорошо оплачивают труд, но в Apple тяжело попасть. Даже в магазин. Да, есть такое. Сейчас еще ипотеку брать собирается на апарты в Нью-Йорке, подписав контракт с Киком, я худею. Погоди, а параллельно можно звонить, трубку поднять там? Ну, да, да. Алла ходить, пить, не есть. 1 доллар. 30 на 8, на 5, на 4. 4 800 баксов в месяц в Купертино. До этого ты говорил, что в Калифорнии 4 тысячи тупо снять нищий домик. И смысл настраивать музыку просто за деньги, которые уйдут на квартиру, плюс жрачку, плюс Netflix, интернет. Там больше 30 было. Но опять-таки Купертино – это не Сан-Франциско. Тоже стоит понимать. Третья декада, третий квартал, может. Нет, квартал – это четверть. Декада – это десятилетие. Ну, мы сейчас в третьем десятилетии 20 века. Первое десятилетие – это с 2000 по 2010. Второе десятилетие – с 2010 по 2020. Третье – это с 2020 по 2030. Ну и в третьей декаде 20 века. Чего не так? Может, тебе интересно, я за инет плачу 8 баксов в месяц без лимит. Нормально. Это как эмигрант рассуждаешь. Молчам, проблема – поменять свое место жительства с одного штатом в другое. Ты представь кого-то, кто не готов менять свой дом ни на что. Народился в окрестностях Чикаго. Ну да. Skyrocketing crime rate. Ну а что, теперь все бросить? Ну, мы-то говорим про мигранта. Как бы ты что-то упускаешь нюанс. Надо ехать в Южную Дакоту ближе к отцам-основателям. Смешно, да. Это шутка про то, что гора Рашмор в Южной Дакоте находится. Владислав Старка, 1 доллар. Нет, я деньги не транжирю. Я изначально приехал сюда с родителями и решил остаться в Чикаго. В защиту городов типа Чикаго здесь есть инфраструктура, позволяющая быть независимым от автомобиля, что сильно экономит деньги. Плюс здесь работы много всегда. Ну да, только ты на этой работе получаешь 4 500 в месяц, которых тебе, как ты уже сказал, не хватает. Смысл в этой работе? Вопрос. А в плане того, что маленькие города в США, они каким-то терминальным образом совершенно unwackable, это стереотип. Я в Кламат Фоллсе жил, спокойно ходил пешком, и общественный транспорт там есть, мне просто не приходилось никогда им пользоваться. Уже город весь обойти пешком, можно 2 часа. Типа... То есть единственное неудобство от отсутствия машины, это то, что, чтобы поехать в национальный парк какой-нибудь, да, для этого реально нужна машина. То есть туда ездят там какой-то шаттл два раза в день, и все, это неудобно. Да, для этого реально тупо нужна машина. Но чтобы по городу перемещаться по делам, пссс, не, машина не нужна. В магазин, чтобы съездить, а тебе не надо ездить, ты можешь на дом заказать. Уже давным-давно это все есть. Инстакарт, DoorDash, Amazon Fresh. В условном Кламот Фоллс, можно найти себе парня? Вот с этим у тебя будет проблема. Это Красный Аккаунти. Там как бы эта тема не очень развита, скорее всего. Скорее всего. Хотя, слушай, всякое бывает на самом деле. Может, ты найдешь. У меня многие спрашивают, что я думаю насчет антииммигрантских протестов в Англии. Я думаю, что уже абсолютно поздно. Миллионы людей, которые ненавидят все европейское, уже приплыли и никогда оттуда их не депортируют. Даже если чудом появится такой законопроект, то местные... Ну, мне лень все это читать. Я уже высказался, что эти протесты, они приведут только к закручиванию гаек и к дальнейшей путинизации Соединенного Королевства. И как бы и все. А как же движение ЛГБТ за Трампа? Движение ЛГБТ за Трампа довольно большое. То есть можно вспомнить, кто такая леди-мага и так далее. То есть Трамп-то это самый ЛГБТ-френдли на самом деле, республиканский президент в истории. Я не шучу. В Красной Каунте можно найти парня, только женатого. Не скажи, вообще не скажи. На 100 гетеро вариантов всегда будет минимум 10 не гетеро. Я тебе из Восточной Европы пишу, мягко говоря. Окей, может быть. А леди Кравмага у них есть? Конечно. Почему ты в Нью-Гемшир не переехал? Рента недорогая, налога на прибыль из продаж нет, половина штата красная, природа вся... А зачем? Ну, как у вас, американцы, которые живут за границей, но все равно платят налог в родную гавань. Так у вас просто не будут платить и все. Вы что, ебанки, что ли? Они просто с концами будутся и от гражданства откажутся, и все. Как бы, а если у них не заберут гражданство, то они просто скажут, я буду платить, идите нахуй, и что вы сделаете? Что это за бред? Конечно, что Гоем в Англии делать-то остается, и даже протестовать нельзя, получается. Так протестуй, не протестуй, а закручивание гаек будет, поэтому... Ну, просто Англия – это рашка. Ну, ты посмотри, как они живут. Они живут в таких же коми-блоках, как у меня. Просто, ну, окститесь. Типа Англия – это ж... Где у людей мозги на пекрень. Они просто какие-то не такие сами по себе. Великобритании, кроме Лондона, это буквально страна третьего мира. У них зарплаты у профессионалов, вроде ядерщиков, где-то 2500 долларов. Инфраструктура в пи***е, медицина га***а. Ну, да. Сейчас восточные славяне будут рассуждать, в какой-то Великобритании. Чувак, большая часть Великобритании живет примерно как средний румын. Чтоб ты понимал. Ну, правда, румыны не славяне. Возьмите там какую-нибудь еще, как бы, вот, с края Евросоюза. То есть, я понимаю, что вы Великобританию в последний раз видели в фильме про Шерлока Холмса, но Великобритания, она в среднем выглядит как в фильме на игле. То есть, вот, если вы хотите посмотреть образ Великобритании какой-нибудь вот в кино именно, да, то есть не в фильмах про британских супергероев, как бы, да, там, Шерлок Холмс, Джеймс Бонд и так далее, а вот Британию как есть, увидеть в кино, в художественном, то, ну, конечно, трейнспотинг, который на игле про наркоманов. Был еще фильм «Сапоги мертвеца», где, как бы, чувак с войны вернулся и обнаружил, что у него брата гопники зашли, и он им мстит весь фильм. Там, кстати, главную роль сыграл актер, которого вы узнаете по «Дому дракона» первому сезону. Первый раз слышу. Может, в сравнении с США я поверю, что уровень жизни хуже, но чтобы с Румынией сравнивать, это ты перегнул. Большая часть англичан живет в том, что в Америке называется «The Projects». Они живут в многоквартирных человейниках, как ручня. Ты о чем? Как бы безумные, абсолютно, эпидемии наркомании, пида и прочей массовой миграцией и коммунистами у власти. Особенно Шотландия, кстати. Правда, что для аренды дома в США нужно подтвердить, что стоимость ренты будет составлять не более 1,3 дохода? Нет, тебе достаточно просто подтвердить, что у тебя есть регулярный доход, и как бы, типа, и все. Эй, 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 а как же пасты от Ежи Сармата, потому что британцы рулят британским содружеством и обоюют. Не, ну, у Сармата как бы есть вот паста, которую он у Голковского подрезал, про то, что РФ – это криптоколония Великобритании. И лучшим доказательством этого криптоколониализма является то, что вот эти ручные человейники, коммунистические, это буквально то, как англичане живут уже очень давно. Ничего не хочу сказать. Глупый вопрос, наверное, но свежим мигрантам, беженцам, наверное, снять в ренту дом не дадут. Беженцам могут выдать хаузинг, справедливости ради. Зависит от их, как бы, ситуации. У англичан земли мало, ты ничего не понимаешь просто. Да, да. В Чикаго 27% белых. Есть такое. Кстати, он ссылается на человейники, в том числе и на то, что коммунизм – оружие британское. Есть классный сериал «Онный фулзенхорсес». Там главные герои живут буквально в панельках Лондона. Да, да, да. А представь себе, что происходит не в Лондоне, а реально в какой-то журнале среди нихуя. В Англии, Шотландии, Уэльсе. Продат с населением 20-50к, самые пизданные в США с универами. Там все прелести цивилизации есть. При этом нет плохих институтов. Работу найти можно достаточно просто. И даже минимальной ЗП будет хватать на комфортную жизнь. БУ «Тойота Приус» 2000 долларов стоит. Есть такое. Спасибо. Ненавидишь Англию так же, как Ир Сармат ненавидит Украину. Я не ненавижу Англию. Я просто не понимаю, как можно в такой жопе жить. А так Англия, конечно, имеет право на существование. Старушка Англия. Во многом колыбель цивилизации, кстати. По-твоему, какая Германия или Франция лучше UK? Германия вообще кал, только богоподобная Франция сияет на фоне этих убожек. Да, Франция особенно сейчас сияет с обосранными матрасами в главных улицах Парижа, на которых посреди дня восседают нелегальные иммигранты. Это, конечно, да, это очень круто. В Японии, кстати, буквально открылась специальная психологическая служба помощи для японцев, которые всю жизнь мечтали посетить Париж, съездили и получили психологическую травму. Нахуй, я не шучу. Вот если бы уровень жизни в UK с Францией сравнил, я бы тогда даже не спрашивал. На фоне Франции, в Румынии вообще охуяло. В Бриташке есть и второй вариант жилья стандартного, но оно, конечно, тоже выглядит одинаково. Еще в стране инслово, в названии заметил, что там 80% рекламы это реклама пива. С чем это связано, как думаешь? Не пиво, а malt liquor, попрошу. Не, с такими евро-желами лучше, наверное, в Токио по туризму прилететь. Был недавно в Дании, выбрал эту страну именно из их, жесткой миграционной политики. Могу точно сказать, что эта страна одна из наиболее утопичных из всех, что и есть. Население в Копенгагене почти целиком состоит из дачан и европейцев. Еда очень вкусная, архитектура почти не пострадала от Второй мировой. Европе нужно очень немного превратиться в сказку. Ну, в Дании пиздецовые налоги, на самом деле. Ты знаешь, какой налог в Дании на покупку автомобиля? 180%. То есть ты, когда покупаешь в Дании автомобиль, ты государству покупаешь, по сути дела, таких же два. Дек ВРФ и РБ с машинами хуже, типа новенькая с завода немецкая, стоит в Германии 9к евро, у нас 60к. Окей? В Византии или Османская империя? Османская империя, конечно, круче гораздо. В Византия, соевая, рессентиментарная. Я был в Стамбуле, хороший район там, это где Трамп Тауэр стоит и где гейтед комьюнити с плюс-минус стоят. Там все выглядит не прям плохо, но средне. На справедливости ради видно, что на него не забивают, что-то делают везде, хотя проблема ровно как в Восточной Европе. Элитный микрорайон, а через 100 метров многоквартирные бараки. Ну, Стамбул, Турция, не для всех. Рогинал сидит сред на Лондон, где люди хоть сейчас не стерпели и вышли протестовать. А в твоей обоссанной Калифорнии вас энворда с муслимами будто вы сидите кайфуете. Так Калифорния полная по типу Лондона. Это одноходная. А в плане в Лондоне не стерпели? Ну, не стерпели, да. Дальше последует закручивание гаек и путинизация Соединенного Королевства. Скринь. Че, посмотрели. Деньги не так. А сейчас танцуем. А сейчас танцуем. А сейчас не плати. Не плати. Не деньги.